Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сейчас у нас на прямой связи посредством Зума главный редактор НРА ЛВ Юрий Спайдерс. Добрый день. Здравствуйте. Да, ну вот я вот обратил внимание, что в последнее время многие экономисты, я сейчас про политиков не говорю, утверждают, что все-таки нам удалось с экономической точки зрения справиться вот с этой пандемией или мы справляемся достаточно успешно. Согласны ли вы с этим, что вас, не знаю, беспокоит, что, может быть, даже радует, вот если так анализировать ситуацию, мы уже год живем вот в таком положении? Ну, значит, во-первых, во-первых, есть позитивные вещи, есть негативные вещи. Начнем с позитивного. Что, если сравнивать прошлый год действия, скажем, ограничения, которые вводились в Латвии, то у нас вводились разумные, более-менее разумные ограничения. У нас не был такой абсолютный локдаун, как там в некоторых странах, скажем, в Италии, Франции, Испании, где, кстати, это вызвало за этот период 20-процентное сокращение производства всех товаров и услуг. То есть, в принципе, домашний арест всем, запрещение вообще выхода, запрещение вообще любых спортивных, что порой, так сказать, если сравнивать, то режим, скажем, в некоторых тюрьмах гораздо, так сказать, был лучше, чем режим, который, так сказать, был устроен в прошлом году. В Латвии в прошлом году такого не было, но зато сейчас, вот, так сказать, когда у нас вторая, так называемая, ну, волна, то Латвия ввела такие странные ограничения, что здесь, ну, пытаясь всех переплюнуть и вводить, в принципе, ну, непонятные вещи, что, конечно, отразится на многие экономические процессы. Поэтому, но так как в прошлом году мы, так сказать, мы провели гораздо, скажем так, разумнее, то вот 20-й год у нас гораздо лучше. Что касается результата, понимаете, есть такая средняя температура, средняя температура по больнице. Средняя температура по больнице у нас хорошая, да, у нас, скажем так, платежеспособность домохозяйства улучшилась, но за этим скрывается то, что у некоторых большой группы домохозяйств очень увеличилась платежеспособность, а в свою очередь те домохозяйства, в которых люди работают в сферах, в которых, ну, скажем, запрещена или жестоко ограничена экономическая деятельность, там, значит, ситуация с большим-большим минусом. Но средняя у нас, у нас средняя, так сказать, скажем, платежеспособность у нас лучше, у нас, значит, если кредитные обязательства, да, обязаны, обязательства совершаются стабильно, то количество, значит, количество депозитов, оно увеличилось, в принципе, ну, порядка на миллиард, миллиард евро. И, ну, другой вопрос, что это, какие, ну, что это за деньги, которые, так сказать, накапливаются на счетах у частных, и в том числе и предприятий, но в этом смысле, ну, скажем так, это не ситуация там 2009 года, некоторые сравнивают, но это не ситуация. Но, конечно, есть определенная группа людей, которые, так сказать, в связи с ограничениями, которые и до сих пор, так сказать, до сих пор, так сказать, их экономическая деятельность не восстановлена, и они, так сказать, живут гораздо ниже того уровня, который был у них до 2020 года. Да, вот если мы говорим о, не знаю, перспективе, о том, как Латвия будет дальше жить и зарабатывать, создается ощущение, что, ну, не до конца правительство вообще понимает, откуда в государстве берутся деньги, как это ни странно, я имею в виду и вот отношение государства к транзиту, и отношение вот этой к финансовой системе, когда господин Каевич говорит о том, что, ну, мы видим, что там, не знаю, транзит не столь важен, и вот эта реформа портов прямо во время пандемии. Ну, вы знаете, вот можно сравнить, значит, сравнить в свое время лидер Китая Дэн Си Йо Пин, он сказал, что ну, неважно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила не столь важен, и вот, скажем, такая, я не сказал бы недопонимание, но то, что, так сказать, непонятная вещь. Некоторые люди, которые работают, скажем, в сфере экспорта услуг, то, что называется транзит, это экономический экспорт услуг, некоторые люди, которые работали в сфере экспорт услуг, стали богатыми. Это очень плохо, потому что некоторым политикам, в том числе Хариншим, эти люди не нравятся, ему им не нравится, значит, ему не нравятся и взгляды, им не нравится еще что-то, и он хоть и как-то пытается, и не только его, значит, деятельность как-то устранить этих людей и устранить, значит, их влияние. И одна из идей, как это сделать, запретить, ликвидировать сферу экспорта услуг, понимаете, и, ну, ни одна другая страна, ни одна другая страна не выдвигает цель отказаться от экспорта услуг, ну, понимаете, это экспорт услуг одна из, если мы говорим в Союз, это одна из очень важных, важных отраслей, отраслей экономики, и любая страна пытается максимально развивать свой экспорт. Поэтому, да, некоторые станут богатыми, и если кто-то не понимает, почему они там стали богатыми, он этого не понимает, да, поэтому запретить, ну, это политика, в принципе, суэтидальная, это, в принципе, политика направлена против экономической экспорта, если такое происходит. Да, конечно, значит, Латвия использовала свое географическое положение, использовала то, что мы, скажем, что у Белоруссии нет выхода к морю, и один из, знаю, наиболее ближайших выходов Белоруссии к морю, это, скажем, там, порт Риги. И было время, Рига был главный порт, так сказать, обслуживающий экспорт Белоруссии. Это нормально. Да, некоторые стали богатыми, но в любой сфере некоторые станут богатыми, если мы не... У меня появилось впечатление, что Карлин, знаете, замаскированный социалист, который сейчас, так сказать, начинает борьбу против богатых. Богатые не нравятся, значит, поэтому очень плохо. Давайте все будем нищими. Не будет там богатых, которые мы там называем олигархами или еще придумаем какие-то названия. А то, что реально происходит, да, реально происходит, что сейчас власть, реальная власть, и, скажем, может быть, было какое-то влияние некоторых богатых людей на политику Латвии, но сейчас реальное влияние не у этих бывших там, скажем, называемых олигархов. Сейчас реальное влияние, совершенно иной власть. Это, так называемая, ковидократия. Сейчас 2 миллиарда евро расходуются и принимают решения. Вот рати, которые сейчас свое богатство на разделение денег, запрещение каких-то зон, они сейчас генерируют свое богатство. Сейчас, кстати, новый класс, новые олигархи, ковид-олигархи. Вот это вот сейчас происходит. А это мы в этой системе, мы тут это не замечаем. И чудовищный запрет. В декабре запретить продажу варюшек и перчаток в магазинах, они стоят на полке, нельзя покупать. Это будет распространение эпидемии. Все верят, что принимают решения, все нормально, вперед, мы запретим. Сейчас запрет на, так сказать, сейчас запрет на, скажем, даже на выполнение заказов в торговом центре. По интернету. Что выглядит... Да, по интернету, это же абсурд какой-то. Раньше хотя бы ты мог заказать по интернету, в магазине забрать. Значит, это выглядит, что здесь происходит бизнес-разборки. И под прикрытием, скажем так, горя народа, под прикрытием тысяч действительно умерших, больных, под прикрытием этой массы людей происходит бизнес-разборки. Одна группа хватает, другая делят там. Какой кошмар с вакцинами происходит. Там закупки, там, так сказать... Ну, скажем, экспорт услуг мы тут запретим. Зачем? Это не надо, да? Мы тут грабим все, так сказать, а вот это не надо. Ну, я надеюсь, что, так сказать, что более-менее все, так сказать, улажится и Латвия вернется к своим экономическим интересам. И, скажем, вот это вот затмение, оно пройдет. Я надеюсь, активно. Да, вот подтверждение того, что вы говорили. Но вот посмотрите сейчас даже с этой вакцинацией. Ведь создали, фактически заблудились в трех соснах. Создали такую сложную систему. Кто-то регистрируется на МАНО вакцина, кто-то регистрируется у семейных врачей. Одна платформа. Сейчас какая-то платформа ВИВАД. Министерство подают какие-то свои списки. Посередине какое-то ненужное бюро вакцинации. Зачем это все? Вы понимаете, если есть что-то в дефиците, то этим можно зарабатывать, этим можно манипулировать. Можно, так сказать, скажем, вместо реальных проблем, скажем, заполнить эфир важнейших средств массовой информации. Шушеры, как, ну, абсолютно неумело люди... Знаете, ну, создаётся впечатление, что люди, которые сейчас руководят, встали наверху Министерства здравоохранения, это люди, которые абсолютно неконпетентны, которые, они не на своём месте. Они вообще, так сказать, принимают странные решения. Они, так сказать, утром... В Недкаре было, значит, две записи видео, так сказать, где Павлевец выступает утром, правительство через несколько... В это время он говорит совершенно обратное, совершенно другое. Нормально? Нормально. Никаких эмоций, значит, всё нормально. Называются цифры. Скажем, цифры, сколько там... А сколько врачей, так сказать, получили в этот акцент? Ну, значит, в комиссии ссановит 15 тысяч. Павлевец говорит, что правительство 35. Ну, а кто прав, кто... И всё нормально. Вы знаете, порой у нас есть впечатление, что вот это переписывает Роберт Кидис, что, ну, высказывание... Да. Значит, если тебя уличили в лжи, то надо отвечать ещё больше ложек. Если тебя разобучили ещё больше ложек, и ещё больше блефов, и так продолжать. Ну, так вот. И выглядит, что, в принципе, так происходит сейчас с некоторыми министрами, если сработать правильно. Вот в подтверждение ваших слов, вот эта последняя история, она, конечно, какая-то абсурдная. Ну, нашли двух виновных в том, что мы не закупили вакцины, да. Значит, и говорят, ну вот да, госсекретарь всё-таки она виновата, наверное, а давайте мы её отправим в Эсселебес-инспекцию. Там есть одно вакантное место замдиректора. Давайте мы её вроде сошлём. А что у нас в Эсселебес-инспекции? Это какая-то несерьёзная организация. Туда нужно кого-то ссылать. Но ведь это как-то дико звучит, да. Вот что это? С этим не справилось. Теперь туда? Здесь был вопрос, а что означает ротация? Да. Ротация, если мы походим разумно, ротация – это чтобы, так сказать, ну, понимаете, человек, который проработал какое-то время, он уже, он привык, он более-менее всё знает. И он как бы, ну, у него уже, скажем так, взгляд, он не… он уже отказывается от каких-то идей, которые он проверял и так далее. А ситуация может быть поменялась. Поэтому, значит, смысл ротации – это поменять поле деятельности для того, чтобы улучшить результат. Это не форма, скажем, наказывания. Это не, так сказать, ну, это не наказание. Это ротация, это нормальный процесс, когда, так сказать, люди, хорошие специалисты перемещаются, чтобы они, так сказать, не, ну, скажем, как бы не было стагнации. Они, так сказать, поменяли деятельность. Это, знаете, как тоже у некоторых вузов, там обязательно, когда надо человеку там какой-то период поработать, там, полгода в вузе другой страны или поменяться курсами и так далее. То есть, вот этот, скажем так, процесс, который… ротация – это не наказание. А в Латвии, в Латвии сейчас… Это наказание. Знаете? Нельзя… Человек очень… Человек выполнял какие-то там, скажем так, он в этой системе, и в этой системе что-то там вытворял. И, очевидно, он знает настолько много чего и взаимосвязи. Ну, с ним так-то надо, надо так-то как-то особо. Его нельзя так строго наказывать. У нас сейчас наказание… Ротов. Мы-то наказываем. Ротов. Значит, был начальником здесь, стал начальником там. Вот это наказание. Огромное наказание. Ну, да. Понимаете, люди смотрят все этот кошмар и, к сожалению, к сожалению, это не… Ну, создает такое, скажем… Вот сейчас был соцопрос и негативное отношение правительства. Экономическая ситуация не такая страшная, как в 2009. Оно, скажем, недоверие к правительству выше… Чем тогда. Уже ситуация, чем в 2009, когда был, когда был, скажем, пик кризиса, когда была действительно злоба. А сейчас уже недоверие еще выше того уровня. И это связано с тем, что решения, которые принимаются, настолько нелогичны. Некоторые из оппозителей, знаете, сейчас идет тестирование, а вот, скажем так, уровня, насколько, так сказать, выдержит, какие-то дурости. Ну, вот. Причем, если… Ну, есть нюанс. Если в 2009 можно было, так сказать, купить билет и улететь, там, скажем, в Норвегию, и там остаться, и не остаться с этими, так сказать, которые наломали дров, то сейчас это невозможно. Сейчас надо приходить оставаться здесь, и поэтому, значит, это недовольство, оно накапливается. Но ему некуда вылиться, потому что, мне, заголосовать-то особо не за кого. Выборы муниципальные, значит, местные. Здесь, так сказать, там идет совершенно иной расклад, вопрос о местных лидерах, местных интересах. Да. Ну, вот… Заводить счеты с властью, но в этих выборах не надо. Да, ну, вот еще такой вопрос, фактически, то, о чем вы уже говорили, коснулись этой темы, вот так называемые официальные олигархи. У нас их три было назначено. Один из них, вот сейчас, как мы знаем, сидит в тюрьме, в отношении двоих, спустя, там, 12 лет, начат уголовный процесс. И вот есть такая версия, я не сторонник теории заговора, что пришли, вот как вы сказали, вот эта вот ковидократия, пришли относительно молодые люди, 30-40-летние, в политику, которые говорят, а кто эти такие? Почему они там такие богатые? И начинается, как бы, вот такой новый передел. Можно так сказать? Или все-таки у вас есть другая версия, почему вот так вот случайно получилось, что сейчас вот опять эти три олигарха под следствием, если так можно сказать? Ну, значит, сейчас, сейчас, сейчас власть получила, реальную власть, она получила то, что сейчас можно назвать ковидократия. И любая, скажем, шайка, которая захватила власть, они, так сказать, это логичное, значит, уничтожение любого... Ну, как в России, значит. Там, как, что-то тявкает кто-то, значит, ну, тюрягу его там, Навального, ну, изолировать, чтобы не тявкал, чтобы не было какого-то, скажем, не было угрозы, даже мнимой угрозы власти. Вот это тоже, тоже, то же самое. То есть, те, которые люди, которые более-менее, скажем, более-менее независимы и более-менее... Понимаете, вот вопрос насчет вот, насчет вот Венстовс, да? А в чем была проблема, почему там была вообще разборка, почему там началась вся эта... Из-за того, что человек, который сейчас, вот скажем, находится в реальном заключении, отказался продавать, не согласился продать все это России. И, скорее всего, если бы он согласился, такого конфликта бы не было. а там уже все договорились, значит, все продадим, и так далее, но все равно нет. И тогда, тогда как-то, чтобы его убедить, начали конструировать разного рода вот такого, так сказать. Сейчас это все забыто, никто это не помнит, все, так сказать, это раз, а второе, ну, надо что-то метировать, значит, партии, которые, так сказать, попали в власть, значит, что мы тут против коррупции, значит, им нужен какие-то... и они используют те рычаги власти, которые у них нет. Они, так сказать, так как партии, которые, ковидократы, теперешние, которые попали в власть под лозунгом коррупции, они сейчас, ну, а так как они контролируют, значит, систему, так сказать, систему, которая начинает уголовные дела, завершает уголовные дела, они, так сказать, свои рычаги власти используют против... Ну, скажем, своих, как бы, теоретических оппонентов, которые теоретически могут, как бы, создавать угрозу их власти. Кстати, все мнимые угрозы. Да, вот один из них, это Швейсер, сейчас пытается, может быть, на волне вот этих эмоций создать новую политическую силу. Юрий Стопов, все-таки вы тоже давно наблюдаете за нашим политическим процессом. Это вообще сейчас возможно? Кто-то говорит о том, что да, вот сейчас самый благоприятный момент для таких вот партий. Другие говорят о том, что уже нельзя войти два раза в одну и ту же воду. Вот как вы это оцениваете? Значит так, давайте исходить из реальности. Реальность такая, что против этих, которые сейчас у власти, накопилось огромнейшее недовольство. Недовольство накопилось огромнейшее. Значит, некоторые, которые, так сказать, попали, они, так сказать, потеряли, ну, практически полностью потеряли возможность продолжать, или, по крайней мере, с большим-большим вопросом будут останутся, они вообще у власти через пару лет. То есть, то есть, ну, недовольство накопилось. И вопрос, а как сейчас менеджировать, куда, значит, это все недовольство натратить? И есть люди, которые чувствуют, что огромное, накопилось недовольство. Если создать какую-то структуру, то, возможно, на этой волне, так сказать, можно и вернуться во власть и так далее. Но, вы знаете, во-первых, до выборов еще далеко, то есть много чего может измениться. Во-первых, если, ну, пример, если, скажем, ситуация улучшится, там, будут более-менее возврат нормальной жизни, то это уровень недовольства может быстро сократиться. Поэтому, если бы сейчас были бы выборы, то, конечно, некоторые бы не остались там, скажем, которые сейчас правительство такие дрова наломали, там, с ним, так сказать, был бы очень простой разговор. Они бы, ну, скажем, вряд ли бы прошли. И вот на такой волне, так сказать, люди, которые, так сказать, чувствуют процессы, они себя, так сказать, ну, не только Шлессерс, там, Уобзен, другие тоже, они чувствуют, что, если нет, ну, как вот этот вот ресурс использовать и как-то, ну, как с этим ресурсом справиться? Ну, это не, это будет сложная задача, это не так просто, потому что, ну, избиратели Латвии, они, так сказать, не так просто. Не могу не задать такой вопрос, он, наверное, связан, к сожалению, это все было до пандемии, вы участвовали во многих последних конференциях и не только последних Балтийского форума, так что тема международной политики и безопасности вам тоже близка. Вот на ваш взгляд, что сейчас происходит? Да, вот такое ощущение, что мы скатываемся в какие-то, не знаю, 70-е, 80-е годы прошлого века, эти все бесконечные высылки дипломатов, санкции, какие-то угрозы, вот мы там мобилизуем войска, отправим корабли, мы здесь, что происходит, на ваш взгляд? Значит, вот, ну, если, скажем так, есть, ну, я отвечу так, скажем, как я понимаю. Да. И если мы берем и экстраполируем те тенденции, которые были, ну, можно было намечать до 2019 года, которые мы видим тенденции, я сейчас говорю о глобальных, глобальных, глобальных тенденций глобального расклада, и смотрим, какие тенденции, если продолжаются вот те, так сказать, условия, которые были до 2019 года. То экстраполяция этой тенденции означает, что постепенно происходит перемещение центра глобальной власти от Соединенных Штатов в направлении на Азию. Вот это вот, скажем, тенденция, которая, и если мир, мир в смысле мы не воюем, если мир продолжается, то будет продолжаться тенденция, что через несколько лет страна с крупнейшим количеством усилий будет Индия, а через там, если берем прогнозы, которые рассказывают там в своих аналитических раскладах страны ОПЕК, то в 2045-м Китай останется мировым лидером, экономическим лидером, экономической супердержавой. То есть, если продолжается мир, то, так сказать, супердержавы в течение там нескольких, следующих 20 лет будут другие. То есть на мировые супердержавы стабильно выходит Китай, стабильно выходит Индия, то есть происходят огромные, так сказать, изменения. Но если кто-то не желает отказаться от своего статуса, супердержавы отказаться от своего статуса, то надо менять условия. Продолжение вот предыдущих условий означает потеря, то есть определенная потеря власти, определенная потеря влияния. Значит, надо менять условия. И мы сейчас находимся в ситуации, когда происходит процесс изменения условий, Чтобы прогнозируемый результат был бы иным. И вот, скажем, Трамп пытался тоже, чтобы производство перемещалось назад, которое ушло из США в Китай, или другие страны Азии, чтобы перемещалось назад в США. Байден, так сказать, предлагает увеличить финансирование науки, финансирование новых технологий до уровня, который был в 60-х годах XX века в США. Чтобы США опять стал, так сказать, сейчас идет процесс, скажем, изменения условий, чтобы, так сказать, не допустить ожидаемого результата. То есть мир, мир, в смысле, не воюем, вот в той обстановке, так сказать, создавал определенные последствия. И сейчас идет формирование каких-то новых условий, кого-то, так сказать, загонят какие-то жесткие рамки, попытаются, по крайней мере, чтобы, так сказать, разными способами, чтобы, так сказать, последствия были, не были эти последствия, которые создавали условия стабильного мира. А вот, скажем, нестабильный мир, когда будущее сложно прогнозировать, в том числе, скажем, разного рода ограничения пандемии, конфликты, где, так сказать, создаются ограничения на экономическую деятельность, экспортные и так далее. Создают другие условия, при которых, очевидно, будут, скажем, другие тренды глобального развития. Да, ну, будем надеяться, что все-таки вот эти другие тренды будут более благоприятные. Буквально последний вопрос, что Латвии здесь делать? Знаете, я такой очень, 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 очень... Нет, вы знаете, еще очень приведу очень, очень, такую, ну, скажем, неприятную аналогию с Первой мировой войной. Одной из причин Первой мировой войны было то, что Великобритания проиграла мир. То есть, или Великобритания в мирное время проигрывала во всем государствам Германии. И тогда, значит, и поэтому они попытались ограничивать развитие Германии, не допуская Германию, так сказать, к мировым ресурсам, так как это не была морская держава, так сказать, колонии и так далее. И вот этот вот, скажем, это невозможность в мирное время конкурировать с Германией и попытка не допустить, ограничить развитие Германии, были, скажем, были причины, были причины развития начала Первой мировой войны. Там конфликт возник на совершенно иной основе, но причины, почему, так сказать, так легко пошли на, скажем, военную развязку, как раз были в этой плоскости. То есть, и по многим, скажем, таким, вот, скажем, трендам ситуация в мире сейчас напоминает ситуацию, которая была до Первой мировой войны в глобальном мире. Да. Ну, к сожалению, будем надеяться, что все-таки удастся как-то эту ситуацию преодолеть. Буквально такой последний вопрос. Что Латвии делать? Мы понимаем, что, мягко говоря, мы не самая ключевая страна в этой мировой политике. Но что Латвии делать? Ну, к примеру, мы сейчас наблюдаем, что Чехия призвала все страны ЕС и НАТО последовать их примеру, начинать высылать, ну, этих российских дипломатов. Ну, что Латвии вообще делать в этой ситуации? Я думаю, что, ну, во-первых, на этой неделе была, так сказать, ежегодная речь Путина, в которой, так сказать, было высказано, скажем, как будет действовать Россия. И есть, ну, есть несколько стратегий. Одна стратегия – страна вводит индивидуальные санкции против России, и тогда появляются риски, что Россия против этой страны будет действовать асимметрично, жестко, ну, как сказал. И если желание вот на такие риски идти, Чехия на такие риски пошла. Но я думаю, что там другие интересы. То есть с этим конфликтом они, так сказать, полностью, так сказать, отмели возможности Россатом участвовать в модернизации атомных электростанций и так далее. Там под всем вот этим конфликтом еще есть и экономический, очень жесткий, мощный экономический. Ну, так вот, и если какая-то страна желает идти на большой риск, то это выбор этой страны. Так. Но, понимаете, в интересах Евросоюза нет, так сказать, чтобы Россия действовала абсолютно без какой-то реакции и без какой-то, скажем, оценки деятельности России, потому что без экономических и политических интересов России существуют также экономические и политические интересы Евросоюза. А так как был заявлен, что ответ будет там быстрый, асимметричный, жесткий, то, скорее всего, вот, скажем, ответные меры надо провести на уровне уже всего Евросоюза. Россия должна участвовать не проводить индивидуальную политику, а вот она должна быть участником всего Евросоюза. А против всего Евросоюза будем долго думать там насчет асимметричного, жесткого и быстрого ответа. Так как внутри Евросоюза также есть очень многие страны, с которыми Путин не желает так быстро, жестко отвечать. Есть очень тесные экономические интересы, Германия, Италия и так далее, и политические интересы. Поэтому, скажем, ответ на заявление о России должно последовать, ну, скажем так, изменение, изменение от индивидуальных каких-то там действий, перейти на более-менее коллективную политику. И Латвия, Латвия, вот это вот должна быть позиция Латвии. Вот индивидуальных там, вот скажем, про Чехию можно ответить асимметрично, против Чехии, итогов. А против Северсоюза так жестко, сложно отвечать. Надо будет подумать, как отвечать и как же дальше. Спасибо большое, Юрий Спайдерс, у нас был на прямой связи, главный редактор портала НРА-РВ. Спасибо большое. Вы слушаете радио Болткома.